Снег и метель на Ямале не редкость, а скорее правило. Северяне давно привыкли к буранам и снегопадам, которые обрушиваются на полуостров задолго до начала календарной зимы. Однако всю эту снежную красоту не оставляют лежать на улицах, а кропотливо убирают, чтобы не парализовать движение автомобилей и пешеходов. Подробности в сюжете. Хотя на календаре еще осень в Заполярье зима взяла старт в октябре. Сильными морозами погода ямальцев пока не испытывала, а вот метели и снегопады в ноябре уже привычное дело. Теплая зима, как ни странно, становится горячей порой для дорожников и коммунальщиков. Ведь именно в этот период приходится мобилизовать все силы, чтобы избавить улицы от обилия осадков. Ярсолинцев непогода застала еще в выходные. На борьбу со стихией выгнали всю снегоуборочную технику. По словам ямальских дорожников, суровые погодные условия вынуждают работать буквально сутками. От 9 до 15 единиц техники, которая выезжает ежедневно в зависимости от условий погоды. Это трактора, погрузчики, крейдеры, шнекороторные погрузчики и самосвалы, которые вывозят снег. И если это буран, ветер, много снега, то это у нас круглосуточная работа. Если, допустим, на три дня заметает, трое суток, то мы трое суток без остановки работаем. Потому что заметает, мы не успеваем проходить улицу, уже ее нет, когда сильно метет. Просто переметает. Жителей районного центра состояние дорог и тротуаров вполне устраивает. По их мнению, работники успевают вовремя очищать дорожное полотно от снежных осадков. У нас устраивает, как у нас проходит уборка улиц от снега? Чистка. Да, устраивает вполне. Молодцы, да. В других поселках этого и не делается. Вполне нормально. Все хорошо, да? Да. Спасибо. Ну да, в принципе. Все нормально, да? Ну, в Ярселе, да. Да, устраивает. Не скользко, то есть все нормально? Ой, нет, скользко, конечно, скользко. Вообще, до этого. Чтобы побольше посыпали песком, да? Да. А так, в принципе, и ходить удобно? Удобно. Вас устраивает, как у нас в Ярселе очищают улицы, тротуары? Устраивает меня со всех сторон. Утром радостно перехожу, с работы и выхожу. Уже работают люди. Нормально все. Чтобы справиться с непогодой, дорожники прикладывают максимум усилий. Но бывает, что им вставляют палки в колеса. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Крупный и мелкий мусор, спрятанный под завалами снега, может стать причиной поломки снегоуборочного оборудования. Другая проблема – автомобили. Бывают это рабочие моменты. Всякое бывает. И попадает, и в шнек попадает. Кто-то кидает доски или что-то. Бывает, попадает. В основном это дворовые территории, где стоят машины. Там затруднения. И когда расставляем временные знаки, то водители игнорируют их и проезжают на убираемый участок. После уборки снега, чтобы избежать гололедицы и как следствие аварии травм, дороги и тротуары посыпают песком. Это при нулевой температуре. А вот в период становления крепких морозов дорожное полотно очищают до самой плиты, что порой вызывает недовольство жителей. Жалуются на то, что слишком сильно убираем и трудно довести детей до детского сада. То есть на санках, на буранчиках, по бетонке и по плите подорожной. Поэтому я ничего не могу сказать, как убирать. Хуже убирать или отдельно выделить полосу. Я не знаю, как это сделать. Поэтому убираем пока так, как убираем. Тротуары тоже нуждаются в своевременной очистке. Бордюр от сугробов избавляют вручную с помощью лопат. Три дня в неделю. За такую работу отвечают уже коммунальщики. В данный момент вы можете наблюдать, как ребята убирают бордюры. У нас ручная уборка бордюры. По другим дням мы убираем площади, парки и скверы. Это что касательно поселка. Что касательно жилфонда, убирают ребята крыльца. Теплая погода продлится до завтрашнего дня. Уже с четверга синоптики обещают понижение температуры до минус 19 градусов. К морозам прибавится и сильный ветер порывами до 12 метров в секунду. Однако к выходным вновь ожидают потепление до минус 5 с ветром и снегопадами. А значит, дорожники и коммунальщики продолжат борьбу со стихией.